добрый вечер дамы и господа начинаем наше методическое заседание которое мы условно назвали за пределами инженерии менеджмента я расскажу вам короткую достаточно историю о том что делается в плане методического развития школы и это действительно из размышлений из некоторого такого планирования название очевидно что мы выходим немножечко за рамки того что обычно обсуждалось школе системного менеджмента но жизнь не останавливается вот как раз и поразмышляем вместе в любой момент я готов отвечать на вопросы в любой момент это у нас больше беседа любой момент я готов править то что я говорю учитывать пожелания замечания всегда это у нас анонс такой вот деятельности так у нас миссия школы это помогаем освоить современное системное мышление а тут даны ссылки на некоторое количество текстов и сожалению у меня не не полностью видны слайды я не понимаю почему на моем экране слайды не полностью показывает не полный тех слайда я точно вижу что две строчки слайда обрезаны документы я не очень понимаю почему наверное это связано с движком который порсирует документы ты скорее всего загрузил какой файл по птт все подает загружать на ну наверное да но я как-то не ожидал что это настолько будет у меня нет сложной графики на слайдах но чтобы просто ревать текст и ну ладно это важно будем и так работать или от конвертировать потратить пять минут я думаю что давайте так расскажем да итак у нас есть миссия школы миссия школы это помогаем освоить современное системное мышление в тексте по ссылке там говорится и почему помогаем что такое освоить почему у нас современная это что вот у нас системное мышление в эпицентре это там стало очевидным но в ходе выполнения вот этой вот миссии поскольку у нас системное мышление было в центре выяснилось что хотелось бы масштабировать еще то есть помогать освоить ну помогать освоить как можно большему числу людей если учить один на один вот как раньше то так не получалось бы если приглашать именно вот послушать курс системного мышления не получается соответственно мы погружаем системное мышление а в рамки прежде всего системного менеджмента и начинаем работать с системным менеджментом приходят люди учиться системного менеджменту и заодно получает курс системного мышления вот это вот была вот такая вот наша практика и у нас прошло вот таких например только 9 поток хотя нет некоторое количество людей проходила и базовый курс системного мышления который читал царе соответственно масштабировать если вот внимательно посмотреть это конечно заниматься системным окружением и на эту тему есть текст у меня буквально я его вчера или позавчера написал про масштабирование что это означает системное мышление у нас оказалось фитнесом части практик личного развития это оказалось базовым образованием и для масштабирования есть текст базовое образование это обязаловка по фитнесу если мы хотим чтобы мы научили какому-то фитнесу то есть кто-то освоил системное мышление а системное мышление это общая такая практика на скучно она не интересная сама по себе она не прикладная непосредственно нам надо научить людей прикладному мышлению и для базы для базового образования для фундаментального образования мы должны связать это дело каким-то образом с прикладными курсами и в полный рост встает задача прикладных курсов у нас появилась картинка на которой мы это буквально два-три дня назад была картинка такая сделана на этой картинке мы выобразили что есть сейчас и немножечко наметили самое ближайшее будущее меня сегодня в этой картинке интересует то что мы впервые вот графически показали были просьбы именно показать графически потому что текст это эти обсуждали в большом количестве раньше графически вот показали на такой архимейт диаграммки вы разделили все на личное развитие она системный менеджмент это как бы то что было в основной программе школы и вот у нас появились некоторые новости интересные потому что оказали оказывается наши вот эти фитнесы в частности системное мышление у нас появилась системная инженерия у нас сегодня прикладных предметах есть системный менеджмент и системная инженерия напомню что мы считали что личное развитие это те практики которые пригодятся вот вот вообще всем поэтому системным инженером системным менеджером полицейским то есть вот если мы учим всесторонне развитую личность то она становится замечательным системным инженером замечательным полицейским замечательным музыкантом замечательным менеджером и предпринимателем но мы понимаем что профессии уже нет что мы учим каким-то набором практик и вот эти вот практике личного развития мы выносим за скобки мы понимаем что они современные и мы берем и учим людей вот этим фитнесом как мы говорим включая системное мышление как вот ядро такое и дальше мы учим людей прикладным практикам более коротко чем если бы и более быстро и более эффективно чем если бы мы их учили если просто взяли например занялись встраиванием проекта во внешние программы или управлением жизненным циклом и работами просто учили бы вот таким практикам мы бы этому учили недолго медленно печально с системным мышлением с антологикой со стейкхолдерским мастерством оказывается мы можем научить практикам и действовать в этих практиках гораздо быстрее вот это была главная такая идея но почему именно инженерия и менеджмент вот это оказалось непонятным почему надо обратиться немножко к истории и в историях в истории видно почему инженерия и менеджмент с одной стороны вот главный мой мотив был это показать универсальность именно инженерия и менеджмент показать универсальность системного мышления это было конечно в начале системное инженерное мышление мы вытаскивали все из инженерных стандартов а потом после постановки задачи на создание школы системного менеджмента мне оказалось эта задача очень интересная потому что у меня был довольно большой опыт в менеджменте и задача интересная просто показать универсальность системного мышления доказать то что мы даем универсальный предмет именно фитнес то что нужно всем людям в том что мы не чисто инженерную версию как я до этого даем а даем версию для системного менеджмента принципе уже при написании учебника я понимал что маловато будет инженерии менеджмента и я даже добавлять начал немножечко про культуру а потому что для меня полностью неожиданно было то что еще в феврале я буквально после того как я вот только приступил к написанию учебника я написал начал писать его где-то год назад но уже некоторые фрагменты и вот появились про халархию человеческого движения появился выпускной перформанс харьковской академии культуры кафедры современной хореографии который назывался view point песенка там было concern то есть люди в искусстве начали это как-то использовать а по мере увеличения набора фитнесов у нас появился он-то фитнес у нас даже появился двигательный фитнес и сейчас мы обсуждаем стейк-холдерское мастерство та же мысль пришла про универсальность для всего набора фитнесов мы можем показать универсальность всего набора фитнесов потому что не только в инженерии в менеджменте но и за пределами инженерии менеджмента мы можем использовать эти фитнеса и тогда мы можем действительно говорить так появилась у нас только может быть из школа системного менеджмента отлично я только добавить чем там у нас еще есть предпринимательство ну или по крайней мере инновационно нашу это немножко по линии системного менеджмента и у нас системный менеджмент и стратегирование нас вот так называлось стратегирование конечно там большой кусок предпринимательства но об этом там чуть позже мы вот про эти наборы что там еще появляется у меня там несколько слайдов еще они все небольшие но тем не менее поговорим несколько минут и так это вот первая цель и она достаточно интересная что если мы делаем заход на личное развитие то есть мы развиваем человека далее мы в человеке развиваем актера который способен выполнять множество разных ролей и учим ему специально выполнять роли мы учим его самим этим ролям учим быть инженером учим быть менеджером а то есть занимать вот эти позиции профессионально выполнять эти позиции хотя слово профессионально тут имеет значение не то что всю жизнь этим заниматься потому что понятно что компетенцию людей разная меняют ходе жизни это не то что пожить профессии но то что они могут выполнить это на должном уровне мастерства вот но появляется еще там проблема у нас появляется например двигательный фитнес и в принципе эта идея фитнеса произошла вообще двигательного фитнеса потому что то лягинская школа управления академия управления там идея была такая же как в американских университетах что если ты очень умный но тебе надо поработать непрерывно мозг мозгами часов 8 а ты хиляк через шесть часов ты просто не сможешь работать в команде такая вот нетривиальная мысль что умение заниматься спортом умение работать в команде в спортивной она как-то транслируется на умение заниматься интеллектуальным трудом делать вот такие вот спорты системе разделения труда когда тебе надо синхронизировать свою работу с работой других людей поэтому там соблюдать какие-то сроки выказывать какой-то уровень активности собственно они готовность действия не говорят что когда ты должен быть готов к действию они вдруг говорить что извините я устал да вдруг война я устал чтобы не было таких ситуаций они двигали тему фитнеса как полноправность интеллектуальными практиками меня посмотрели что да это интересно но сама тема двигательного фитнеса как то что можно вынести за скобки в целой сфере например культуре она где оказалось достаточно интересной и точно уж это как-то имело отношение хотя можно обсуждать как какое это отношение имело к теме личного развития тема получила неожиданный резонанс в нашем сообществе мы решили с этим идти вперед и сделали курс и действительно этот курс но был самый быстрый набор полной группы за всю историю школы уже можно сказать две группы набрано да можно думать наборе 3 имеет успех и там все наши ученики которые вроде бы только что закончили курс системного мышления у меня я их всех в лицо можно сказать знаю и вдруг я вижу что у них огромное внимание к телу и мы понимаем что мы попали в эту точку а все в обществе примерно также есть разделение того что действительно нельзя убирать вот курс из культуры курс танцев буквально там курс танцев от каде кадеты даже известно что учатся истории у них история профильный предмет казалось бы военные обязательно танцы чисто вот исторически но не учить же людей баскетболу если учить двигаться то почему бы не учить вообще двигаться одновременно и танцем и баскетболу единоборством и мало ли чему двигатель как выяснилось что то же самое плавание подчиняется тем же правилам движения хорошее про плавание на уровне чемпионов мира ровно тем же принципам работы мозга и тела которые которым мы учим на двигательном фитнесе вот появляется возможность вот эти вот курс двигательного фитнеса прямо просто положить какие-нибудь танцевальные компетенции например компетенции высшего танцевального образования или компетенции в хобби в социальных танцах и прямо вот положить в основу тренинг двигательного фитнеса который у нас можно сказать уже есть вырастить на базе его какое-то новое прикладное направление то же самое можно сказать с компетенцией которую мы личные компетенции стейкхолдерского мастерства если уж мы берем мастерство ролевого перформанса актерство как таковое а мы сейчас различаем есть человек во множестве его проявлений есть актер это то место где человек играет разные роли по отношению к деятельности стейкхолдерской роли и собственно есть стейкхолдер этот человек в тот момент когда играть какую-то роль то в принципе есть практика человеческая где эта деятельность является основной в роли лицедейства то есть в культуре мастерство ролевого перформанса само актерство это в тоже ну более не менее профессия для многих людей почему бы не пойти в этом направлении и не сделать соответствующий курс и понятно что тогда стейкхолдерская человек прошедший стейкхолдерское мастерство он может как роль инженера исполнять так и это является основой для возможно актерского образования может это хобби быть я знаю что у нас люди интересующиеся системным мышлением они в том числе активно участвовать радио-перформанс толь я правильно подавать удаю точнее у нас мы же учим людей говорим что есть стейкхолдеры и учим практикам которые допустим эти стейкхолдеры должны реализовывать при этом мы здесь говорим так что как бы несмотря на то что вы есть профессиональные практики там да для менеджер для инженера есть такая же практика что вот этот человек стейкхолдер но этот человек должен сыграть эту стейкхолдерскую роль то есть есть два человека да они оба хорошо знают практики менеджмента да но при этом один имеет вот это вот практику актерского мастерства там да и он может сыграть роль арска и мастерства и условно я делал дело не в этом мастерство это ты рассказываешь по бытовому я не хочу было понятней нет нет к сожалению это непонятнее вот это с по бытовому это будет понятно что мы сразу получаем при бытовом рассказе уже понятно что что люди тогда придуряются что они инженеры они будут идиотскими инженерами но играть роль так хорошо что все будут верить вот так система не будет работать 3 вот это вот бытовой рассказ про актера поэтому мы говорим не актерское мастерство и мы говорим стейкхолдерам они чисто вот играть роль поэтому тут не надо как ты не расскажешь так это будет какую-то ну и и не надо значит так рассказывать начинает рассказывать по-другому вообще я расскажу то что я хочу рассказать поэтому у меня нет слова актерское мастерство у меня нет при этом слова актерское мастерство если я буду учить актеров я буду учить актерскому мастерству возможно использовать для этого стейкхолдерское мастерство курс я не хочу учить актеров я поправился сказал что есть стейкхолдерское мастерство какая ра не а разница большая потому что в актерском мастерстве не учат быть профессиональным инженером в стейклбасском вполне они могут быть профессионалами должен быть профессиональным принцем гамлетом в актерском мастерстве его должен именно играть притворяться там все другое поэтому надо очень тщательно разделять где у нас культура где мы говорим об общих фитнесах разговор про людей как чисто актеров это тупик это как бы не взять за предел будет то есть вы вы тогда вы учите не менеджеров и инженеров выучить и лицедеев которые только притворяются не так нельзя даже говорить речь не идет о притворении лицедействию я в каком-то смысле да надо аккуратно об этом не понятно понятно потому что я еще ни разу не рассказал в чем заключается стейклбасского мастерства у меня есть про этот текст а сейчас я думаю что вот те кто не читал этот текст они просто вот сейчас читают вот на базе стейклбасского мастерства мастерство ролевого перформанса слово на базе пропускается и делается равенство что мастерство ролевого перформанса если колдовское мастерство это одно и то же нет это не одно скажите а вот вы все видите презентацию у меня есть текст а сейчас по презентацию видит кто-то вот она перещелкивается или нет я и сам я сейчас слайд проблемы у тебя слайд проблему у меня слайд два способа получения прикладным дисциплина обучение не знаю у меня тут вот остановить демонстрацию и там слайд проблемы вот нам в чате что-то говорят проблемы все говорят у меня запись идет поэтому говори номер слайда я думаю что тебе надо просто открыть трансляция и там этот документ будет трансляция это то что я транслирую точно ну да лично вот у меня есть отдельный текст я его написал в блоге я могу выложить просто ссылку на этот текст вот системное лидерство и стойколдовское мастерство я его сейчас кину в чат вот так вот и в чем там основная идея в том что человек должен который играет роль он должен одновременно понимать что он играет жизни много ролей и удерживать себя и одновременно удерживать антику той предметной области той пьесы грубо говоря которая вот в этой вот роли искусстве это художественность художественная действительность а у нас это действительность инженерного мышления мышления менеджерского помните когда мы говорили что менеджер голове вот поток вот это вот та вот роль вот то что в голове о мир держит менеджер операционный что все потоки мы работаем с этими потоками и вот каким образом нам удерживать вот эти вот миры профессиональные и собственный мир которые разнообразны не терять себя не как бы переигрывать потому что актеров самое ужасное это переиграть они должны именно играть роль но не растворяться в роли вот попробовать вот это понятие конъект профессиональное понятие удержание двух действительности вот это вот можно вынести можно поправить это нашими методами психопрактик какими-то попробовать посмотреть со стороны системного мышления и это то как учат именно актера есть отдельное системное лидерство это как учат режиссера это аналог к культуре но мы можем потом пробовать режиссера учить лидерству а актера учить стейколдорскому мастерству в рамках личного развития для чего потому что после этого такой человек в разы быстрее освоит курсы актерского мастерства режиссуры то есть специфически прикладные курсы культуры то есть вот это вот идея сдвинуть на личное развитие часть профессионального развития взять из некоторых профессий и то что используется во многих других профессиях лучше развита в рамках этих профессий выучить один раз а потом использовать например в той же профессии потому что быстрее научиться это может быть очень интересный ход например если мы делаем то же самое танцевальное образование стейколдорское мастерство это в том числе и мастерство танцевального перформанса надо удерживать мир танца в голове роль танцевальную и одновременно не забывать что ты есть какая-то личность которая в этом танце не растворяется просто это временное явление пять минут на настроиться на другой танец должен уметь это делать быстро ты должен уметь это обсуждать как и вот этого мы можем учить если ты работаешь с коллективом танцоров то понятное дело что с этого момента ты лидер ты должен понимать как происходит это лидерство вообще как происходит разделение труда какая разница на производстве или в культуре деление труда она как бы общем можно учить один раз и человек сможет работать где угодно после этого то есть вот идея такая что можно каким-то образом двигаться вот в эту сторону то есть вытаскивать из культуры некоторые фитнесы очищать их а потом дальше простраивать то же самое культуре получая более быстро интересные эффективные мои варианты научения в этом плане культура например даже ничем не отличается от инженерии мы потому что смотрите что мы сделали мы взяли системный подход вытащили его из системной инженерии и очистили его научили ему людей после чего мы на базе этого системного подхода быстрее учим системной инженерии и вот уже у нас числа мисс буллин говорит что конечно не буду людей учить системной инженерии они не напишут с а я их буду учить высокоуровневому моделированию системной инженерному на базе курса системного мышления на это ровно та же идея что если мы такое сделали системным мышлением из инженерии почему нам вот этот трюк вытаскивание каких-то фитнесов и после этого возврат уже предметную область почему нам такой трюк не делать из другими предметными областями это вот такой вот нетривиальный ход следующее это это понятие сферы то есть понятие сферы я утащил из системного мыследеятельностного подхода то есть сферами называются какие-то такие крупные блоки деятельности которые не эквивалентны вот одной какой-то ты куберской оппозиции которые занимаются позиционеры инженер предприниматель но в целом такие вот сферы деятельности в которых крутится много разных позиций но условно все равно мы понимаем что инженерией занимается инженер менеджер менеджер они как бы вот сфера человеческой деятельности они там много разных специализации более детально и такое тиме а если посмотреть сферы то они отличаются конечно теме основными объектами с которыми работают люди от нее отличается этикой они отличаются то всем они отмечаются точно также как инженерии менеджмент операционные отличаются в общем также менеджмент отличается операционное от предпринимательства. Предпринимательство, то же самое мера эквивалентной инженерии. А что там еще есть? Там еще есть наука, можно долго обсуждать. Наука имеется в виду вот science, это ближе к естественным наукам, физика, биология. Про социальные науки это отдельно можно ставить, есть они или нет. Культура и тоже можно обсуждать, потому что скажем культура ли это компьютерные игры или не культура, а вот литература, а та литература, которая в школе. Здравоохранение, правоохрана и причем правоохрана в большом. Вот у нас 9 по-моему сейчас силовых министерств, они все время меняются, то 7, то 9 силовики, то что называется. Там тоже специфическая совершенно область. И на самом деле я забыл сюда вписать одну из крупных областей сама по себя, это сфера образования. Потому что очень смешно, я о ней думал-думал и в список эта сфера не попала. По факту мы сейчас в наших курсах специализируемся на инженерии, специализируемся на менеджменте. Вот если посмотреть на тот слайд, где что есть сейчас. В образовании мы специализируемся очень хитро. Мы не на самом образовании специализируемся, но вот в какой-то мере то, что мы выделили в практике личного развития и пытаемся их учить, на самом деле это и есть вот образование. Да и вся эта деятельность с курсами это как бы образовательная деятельность. А культура, ну вот это вот поскольку мы уже потянулись, неожиданно потянули эту ниточку с стейколдорским мастерством. Это Денис Колесников в основном потянул, поднял эту тему, поставил такую идею, что это другая совершенно ментальная позиция, другие практики, нежели практики лидерства. Потому что вроде бы то же самое, это два человека общаются друг с другом. Оба вроде в ролях, но одно дело, когда человек другого в роль загоняет, а другой человек в этот момент он загоняется в роль. И вот хорошо бы вот эти две позиции восприятия не потерять, они как бы комплементарны, они из разных системных позиций восприятия. Это разные viewpoints и отсюда разная деятельность по отношению к себе, по отношению к другим. Вот это очень интересный момент. И двигательный фитнес, который ну почти случайно принес по линии просто попытки демонстрации системного мышления, а помните текст танцевальное мышление, а потом вот появился двигательный фитнес по линии применения системного мышления к организации движения. В культуру опять же можно обсуждать, входит спорт, не входит в спорт. У нас половина выяснилась спортсмена, то есть кто-то бегает, вот как Кирилл Гея Думака, кто-то занимается восточными единоборствами, а кто-то цигун, который то ли спорт, то ли не спорт, не пойми что. И Тайди Тюан, сюда же. Это интересный вопрос. И всегда есть вот здравоохранение, здравоохрана, то есть можно смотреть другие сферы. Но вот культура сейчас выглядит одним из одной из наиболее перспективных для экспансии, предметной экспансии одной из перспективных областей. И тут поднимается следующий вопрос. Это два способа обучения прикладным дисциплинам. У меня много опечаток, но не суть важных. Первый, это тут закрыто слово на слайде, винегретный или он же вроде как современный. В этом способе, когда мы берем прикладную практику, например, системное мышление, то дается только то из фитнеса, что нужно для практики, кусочками. При этом понимание фитнеса в его целостности, это следствие, будет неосознанным, фитнес вряд ли переносим, но зато проще работать с мотивацией и времени будет тратиться меньше. Так, если мы говорим, что базисное образование нам нужно и точно уж надо для системной инженерии и системное мышление, то мы делаем курс, называем его, например, введение в системную инженерию. Он массово закупается предприятиями. После чего мы произносим слово система и ровно в той мере, в которой нам надо ввести понятие системы, мы сначала даем определение системы, потом в том месте, где нужно стейкхолдер, говорим про стейкхолдера. И вот это, собственно, и есть современный путь. С мотивацией работать очень просто. Мы никого не спрашиваем, хотят ли, не хотят фитнеса. Мы спрашиваем, хотите ли вы преподную практику, все хотят. Ну и как бы дальше под этим предлогом маленькие кусочки вот этого неприятного фитнеса мы даем людям, как будто это элементы системной инженерии, например. То же самое происходит с менеджментом. Вот у вас есть, например, проектное управление, там есть понятие стейкхолдер. Вот сейчас мы вам расскажем не тот стейкхолдер, который в PMBOK, а тот стейкхолдер, который из системного подхода. И там раскрываем правильное понятие стейкхолдера, который заодно не столько из PMBOK и системного менеджмента, там проектного управления, но и закрывает много других моментов. Например, стейкхолдер вот в инженерии предприятия. Тут же получаем этот стейкхолдер, а там огромное предприятие оказывается тем же самым стейкхолдером. Уделение внутренне и внешние стейкхолдеры. После этого спокойно мы рассказываем. Тут огромные проблемы. И я столкнулся с тем, что я не смог излагать вот так вот курс системной инженерии. И только после того, как Виктор Батоврин сказал, что ну как же, тут есть проблема. Потому что за рубежом, когда люди начинают учить системную инженерию, у них отдельно курс системного мышления, отдельно курс стандартизации, отдельно там куча разных других курсов, а потом курс системной инженерии только собирает это все вместе. Прикладной курс, собственно, самый главный. И когда я попробовал вот эту идею, она пошла. Значит, это как бы классический. Когда есть нагрузка, хочешь учить системную инженерию, ну выучи системное мышление. То есть курс фитнеса полностью с использованием разнообразных иллюстраций применимости идет. Разнообразных имеется в виду, если системное мышление, то примеры и из культуры, и из инженерии, и из менеджмента. Вот. А учиться далее в том числе интересно и частично ненужно, но зато целостно и потенциально повторно используемое. Вот это вот очень интересная штука, что при этом объяснять невозможно, почему так. Это есть некоторая проблема. У меня почему-то Алиса среагировала на мой рассказ. Я ее не понимаю. Надо будет ее срубить. Она временами реагирует на мой голос, но я ей не пользуюсь. Итак, тут, к сожалению, на экране не отображается, но у меня на слайде это есть. Первый подход, это первый вариант, это не делать ничего впрок, ибо будущее не угадаешь, да, и мы берем только вот то, что нужно из любой дисциплины. Это Lean Agile. Вот в вот таком вульгарном понимании. Вот. Второй вариант, это архитектурный подход. То есть мы заранее думаем, что там будет в будущем. Мы делаем продуманное что-то. Продуманное на века. Не нужно потом переделывать с нуля, исправлять дорогие ошибки. И мы фитнес сдвигаем, понимая, какие есть нюансы этого фитнеса, делая достаточное количество упражнений и работая вот с отдельно с дисциплиной фитнеса. И понятно, что это очень несовременно с одной стороны, но мне кажется, что мы должны как-то идти и вот этим классическим путем. А мы решали это на примере онтофитнеса. Онтофитнес сейчас всунут внутрь, ну по мере сил, всунут внутрь курса системной инженерии. То есть там поминается и 4D экстенсионализм, и буквально голопом по Европам, там первая глава, проходится мимо. 4D экстенсионализм, понятие объекта, понятие классов. И потом мы, весь курс системного мышления, у меня есть сейчас письменные вопросы, я начал как бы письменную поддержку курсов, курсей. И большинство вопросов идут по линии онтофитнеса. То есть люди буквально не понимают работы с классификаторами. Например, последний вопрос был вроде бы про стейкхолдера. Что у нас есть, например, покупатель, есть разные категории покупателей. И вот это вот разные ли стейкхолдеры, разные категории покупателей, или это стейкхолдер-покупатель, а вот категории покупателей, мы просто не понимаем, должны ли как-то, как с этим работать. Понятно, что есть разные покупатели, а категории покупателей это классы, мы просто по-разному группируем этих стейкхолдеров. есть там покупатель купивший покупатель не купивший покупатель потенциально интересующийся это все разные люди то же самое строитель генподрядчик у нас есть строитель застройщик строитель подрядчик у них разные интересы и совершенно неважно нам что там слово одно строитель потому что мало ли что это есть только классификатор это класс мы не можем отвечать на эти вопросы, если мы не разобрались, что такое классификация, каким образом мы классифицируем объекты, какого сорта там отношения, где отношение часть целая, где отношение специализации, где отношение классификации, должны вынести в отдельный курс. Мне кажется, что люди будут идти на курс системной инженерии, им хотя бы чуть-чуть понятно, что после этого можно заняться менеджментом и инженерией. А потом все равно идти на курс онтофитнеса. Но правильно было бы наоборот. Сначала идти на курс онтофитнеса, но я не думаю, что мы кого-то туда сможем сразу загнать. Потом на курс системной инженерии, потом на курс системного мышления, потом на курс системной инженерии. В принципе, системным мышлением многие люди, я думаю, будут заниматься только после того, как выяснится, что если они пройдут этот курс да хоть в той же курсере их возьмут на системной инженерии. То есть тут вот весь этот все эти примеры, они ровно от обратного. То же самое. Мы можем сказать, что ребята и многие там в студии так и поступают хотите обниматься с девочками каждый день, да еще и с десятком. Ребята идите на изучение социальных танцев. Ах, вы хотите это сделать быстро? Для этого вам надо пройти двигательный фитнес. Вы хотите крутыми быть? Вы хотите, чтобы вас девочки еще и любили? Идите туда. Девочки опять же. Вы хотите быть крутыми, чтобы вас партнеры любили, обнимали? Вы должны быть для них желанными танцорами. Идите на курсы танцевальной, а для того, чтобы хорошо танцевать быстро, вам надо идти на тот же двигательный фитнес. И вот это вот достаточно важная штука. Вот. Итак, дальше мы понимаем, что есть шанс иногда, и может быть это удастся в том же самом двигательном фитнесе, попробовать сделать курс по какой-нибудь кизонбе на базе двигательного фитнеса. соединить это. Сделать курс по системной инженерии можно пробовать, если мы очень хорошо отработали от онтофитнес, онтологику, если мы хорошо отработали системную инженерию, но там слишком много всего внутренних сунешь, потому что для системного инженера очень хорошо есть и колдорское мастерство же, и многие другие курсы туда же. Да тот же двигательный фитнес, чтобы там человек был повыносливым, буквально физически повыносливым. И вот два способа обучения прикладным дисциплинам, вот в этом месте нам надо много и тщательно думать, как мы должны устроить наше образование. В целом остается идея, что классическое базовое образование, из которого получаются неожиданно хорошие люди, это то образование, в котором каким-то чудом в людей выдвигали какую-то дисциплину базовую, матан, который просто так учить не будешь. Сапромат инженером вот сдал сапромат, можешь жениться, поговорка есть. То есть та дисциплина, которая важна, но которую сам учить не будешь, и ее нельзя засунуть куда-нибудь в промежутки обучения, ее надо дать как-то в целостность. Вот это базовое образование, личное развитие, надо думать, как нам его соединить с прикладами дисциплины. Ну, и еще маленький кусочек рассказа, это рассказ про культуру. Не обязательно культура-то, сверх-то много. В здравоохранении, например, какое достоинство? Можно сделать человека полумертвого живым, причем быстро. И это вообще хороший мотиватор. Люди идут в здравоохранении, понимая, что очень часто, что они близких сделают живыми из полумертвых или не очень близких. То есть, ну, не просто люди идут в здравоохранении, у них какие-то есть мысли свои на эту тему. А в культуре же там другое. Культура это работа с эмоциями и там можно сделать человека счастливым. очень быстро. Там проблема одна, что это обычно ненадолго, но счастливым можно сделать очень быстро. Если, например, я беру какую-то партнершу в тех же социальных танцах, то в принципе при удачном стечении обстоятельств я понимаю, что за 2-3 минуты у нее появляется на лице блаженная улыбка и она, что называется, улетает в космос. Зомби это явление обсуждается активно. И все, человек счастливый и там так и пишут, что вот на время 5 минут на время танца человек делается полностью счастливым. Это такой простой, быстрый способ. И твое мастерство в этом заключается. Ты покажи, можешь ли ты вдохновить человека за 5 минут. За 5 минут все твое мастерство в культуре обычно видно. Это в инженерии тебе требуется выполнить какой-нибудь кодичный проект успешный, чтобы твое мастерство хоть как-то было видно. А в культуре там все очень наглядно. Но кончились 5 минут танца и вот счастья хватает только на эти 5 минут. Но некоторым и этих 5 минут достаточно, чтобы быть мотивированным. художник какой-то хочет писать картины, потому что он видит, как людям другим нравятся эти картины. Да ему и самому может это нравиться. Так, вот тут вопросы. Курс идет без задач. Это значит, что нет никакой гарантии, что научат. Нет, конечно, все курсы идут с задачами, с практикой. Тут вообще вопросов нет. Качество базового образования непонятно, если оно не демонстрировано. Да, конечно, качество базового образования непонятно. Но если Турханов говорит, что если в базовом образовании у тебя системное мышление, и ты понял вместо шестинедельного курса его по системному лидерству ты за два дня разобрался примерно на том же уровне, понятно, что практиковать будешь долго, то это оно и есть. Если ты после курса двигательного фитнеса можешь научить человека, например, какую-нибудь партнершу я пробовал, танцевать ту же самую пизомбу на уровне старшей группы, после 20 минут показа, что она должна сделать там с мышцами, со своими, то есть, какие ощущения она должна поддерживать в отношении своих мышц, чтобы быть способной протанцевать к полному условиям вытемления программу старшей группы, опять же, не очень долго, не очень закреплено, но хотя бы поверить в то, что она это может сделать, наверное, вот это доказательство, что мы делаем что-то правильное, что это действительно базовое образование, оно позволяет делать то, что надо. Базовое образование позволяет быстрее владевать прикладными практиками и более качественно выполнять эти прикладные практики, потому что делать меньше в них ошибок. Поэтому в принципе я совершенно не возражаю, если кто-то начнет развивать прикладные практики в других направлениях, показывая, как практики личного развития поддерживают вот эти заново сформулированные прикладные практики на базе курса системного мышления, курса стеклогерского мастерства, антологики двигательного фитнеса, может там еще какие-то появляются курсы психопрактик. Вот этот вот стык, понятное дело, что мы должны тем не менее переформулировать прикладные курсы так на базе языков наших фитнесов, чтобы они были короче. Это вот ход, который профессор Шмидтхубер сейчас показывает, и как я понимаю, Денис Колесников, который вот у нас в чате уже проявился, да, он с нами сегодня присутствует, и Денис Колесников тоже самая мысль говорит, что у него был недавно пост, я на него просто уже не успеваю на все реагировать, да, так, этот пост, а я попрошу его самому в чат запостить ссылку на его пост спектрум комьюнити, где он пишет про то, что либо мы сжимаем описание практик, обучение, либо мы не в состоянии продемонстрировать то, что хоть что-то сжимается, сжатие информации, точно так же, как профессор Шмидтхубер говорит, что все творчество, все любопытство, все творчество, у него вся теория любопытства, теория творчества посвящена сжатию информации, то есть мы должны давать нетривиальные способы сжатия, которые позволяют не теряя информации удерживать что-то интересное, вот у него последняя работа на эту тему была буквально буквально вот на этой неделе, на прошлой неделе была очередная работа на эту тему. мы то же самое мы говорим, что мы про сжатие курсов, то есть мы добиваемся того, что курсы личного развития позволяют сжать обучение прикладным курсам. Обучение прикладным курсам позволяет сжать те пробы и ошибки, которые человек делает, когда пытается что называется обучиться на практике путем прыгания в воду и там выплывания на километровой дистанции. Увеличивает процент доплывших километровую дистанцию путем бросания в воду. Поэтому это вот критерии. Это как бы я ответил на то, что я увидел сейчас мое предпочтение в культуре если заниматься то типа линии танцев потому что я в них разбираюсь немного. Другое предпочтение конечно можно крутить линию того же самого актерского мастерства и это не менее интересно я просто в актерском мастерстве пока не разбираюсь хотя я занимался профессиональным театром я там сделал танцевальную постановку но это опять же были танцы в театре я смотрел на театр внутри не так подробно может показаться хотя именно вот учебным процессом в театре и занимался профессиональным был такой период в моей жизни Толь ну вот сейчас прошел да теперь как бы раньше не задавайте вопросы кстати для всех это у нас все равно рабочее какое-то обсуждение мы первый раз даже обсуждаем это то есть мы немножко обсудили там буквально пару минут изначально где-то два дня назад мы решили более подробно обсудить в рабочем порядке ну так вот вопрос у меня вот все-таки кто такое стихолдерское мастерство в своем понимании стихолдерское мастерство ты кстати сказал что это не актерская вот давай его как-то определим но смотри у меня про это есть текст я понял текст я ну как я вот в этом тексте написано сейчас я его открою да вот оно называется системное лидерство стихолдерское мастерство лидерство это как бы все-таки отдельная вещь вот я просто да я же тебе и говорю со стихолдерскими ролями связаны две разные практики я просто буду читать чтобы не было понимания что я вот пустоусно сейчас сказал вот это то что я пишу оно записано оно воспроизводится оно в письменном виде есть эти ответы как бы есть зафиксированы первое две практики это профессиональная практика лидерства и это как бы не стихолдерское мастерство второе личная практика то есть не профессиональная личная практика личного развития стихолдерского мастерства по аналогии и только по аналогии с практикой актерского мастерства Каждый человек играет десятки культурно обусловленных ролей. То есть роли инженера, роли архитектора, роли работника культуры, профессиональные роли фактически, то есть колдорские роли. Меняйте роли в зависимости от текущей ситуации. Нужно научить человека осознавать этот факт игры по роли, чтобы ролевое его поведение стало осознанным, чтобы стали понятны его взаимоотношения с ролью. Заметим, что это интересно, потому что люди не подозревают, что они стейк-колдеры. Если они будут подозревать, что они стейк-колдеры, хорошо, чтобы они осознали этот факт. Надо научить осознавать этот факт. Порой, научить человека играть свою роль профессиональную, качество. Качественно улучшая его исполнительское мастерство. Примерно так, как это делают актеры. Это важно, не потеряя себя в роли, продолжать играть. Ты начал перечислять, а если к первому ты там дальше пошел уже. Первое, тоже ты сказал, что люди не осознают себя стейк-колдерами, это не актерское мастерство, это мы учим в системном мышлении. Есть стейк-колдеры, что они стейк-колдеры, смотри, системному мышлению мы научили, что есть такой стейк-колдер. И люди понимают, что да, есть вот стейк-колдерская позиция, мышление оно есть. Это вовсе не означает, не, 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 секунду, это какое-то не знаю. Нет. Вот смотри, в мышлении ничего не учат делать. А тут тебя учат работать с твоим собственным сознанием. Практикам учат, инструментам. Не просто мышление, а психопрактикой. Как напрячь мозги, как выжить в этой ситуации. Вот тебе в системном мышлении рассказали, что все стейк-колдеры и ты тоже стейк-колдер. Научили тебя, ты это осознал. Это вовсе не означает, что ты умеешь это делать. Вот дальше, смотри, у стейк-колдеров есть практики, мы учим их отдельно практиками. Это не стейк-колдерское мастерство. А в чем стейк-колдерское мастерство? Правильно эти практики применять, не знаю, то, что я у тебя у него... Нет, стейк-колдерское мастерство заключается в том, что ты можешь удерживать вот это состояние. Каждый раз ты можешь сказать, например, в какой ты роли находишься. Понятно, что в системном мышлении тебе рассказали, что роли есть, что в жизни все играют эти роли, что и ты играешь эти роли. Ты способен поддержать разговор, ты даже способен напрячь мозг, вот решить задачу. В то время наступает интересный момент. Тебе говорят, что и ты стейк-колдер. Да, ты говоришь, хорошо, я в проекте стейк-колдер. Тебе дальше начинают говорить, а вообще ты всю жизнь так живешь, и проектов у тебя 20. Как выживать-то? Как, например, переключаться за 20 миллисекунд? Кто тебя научит? Вот первая половина фразы ты из такой роли говоришь, вторая половина фразы из такой роли говоришь. И с ума не сходишь. И осознаешь это. Вот этому кто учит? Это уже не мышление, это психопрактика. То есть стейк-колдер-то мастерство ты обозначаешь так, что как бы у тебя есть я как личность, есть разные стейк-колдерские роли. У тебя есть мозг. Пытаюсь держать это все, что я отдельно стейк-колдер. У тебя есть инструмент, собственный мозг, собственное тело. Есть еще собственная жизнь. Все, вот в этот момент я надо научиться с этим как-то вот обращаться, со своими мозгами как инструментом. Со своим телом, со своей жизнью. Это практика. То есть умение обращаться со своим мозгом, личностью, стейк-колдерскими ролями. И вот время это быстро переключаться, понимать, включать, использовать эти практики и так далее. Да, а в системном мышлении тебе, конечно, говорят, что смотри, есть такое понятие стейк-колдер. Все стейк-колдеры и ты стейк-колдер. Оно одинаково. Что ты стейк-колдер, что все стейк-колдеры. Ты думаешь про стейк-колдеров, схемное мышление у тебя. Все нормально. То есть это некоторая адекватность. Ну вот смотри, есть футбол, ты играешь в футбол. Ты понимаешь, что есть теория нападения. Все знают, полузащитник, защитник, ты смотришь матч, можешь его обсуждать, можешь построить тактику какую-то. А потом тебе говорят, а теперь выйди на поле, а теперь ты полузащитник. И окажется, что мяч, например, там сверху слева откуда-нибудь, конкретно ты не можешь принимать, а другие полузащитники, например, спокойно принимают. Тебе надо выписать упражнения какие-то, тебе надо научить это делать. Вот, да, практика. Подожди, ну, практика мы учим отдельно, учим именно вот там в системе. Вот и тут мы отдельно научим, конечно. Ровно поэтому. Мы также отдельно учим. Нет, подожди, тогда вот как-то чересчур это вот. Есть разные практики, Цирен, есть разные практики. Я не хочу, чтобы ты смешивал практики, те, которые касаются... Есть практики личного развития, которые работают с собой, с тем, чтобы поставить под контроль собственный мозг. Вот ты просто пример с футболистом. Есть практики, а есть практики совершенно другие. Стейхолдерские перечисляешь. Я не хочу, чтобы ты стейхолдерские практики перечислялся. Вот отдельно учим их. Стейхолдерские практики мы учим отдельно. Ну, конечно. А тут учим практики актерской. Ну, как бы стейхолдерская. Мы же говорили, есть личность, есть та часть личности, которая занимается ролями, условно называем ее актер или актор. Актор. Тут опять же можно спорить, актер или не актер. Потому что была дискуссия, говорили, давай актор называем. А, стейхолдеры. Вот стейхолдер это там строитель, футболист. Да, можно пример я попробовал привести. Вот я, допустим, домой прихожу, да, и вот начинаю там что-то там командовать. И жена мне здесь говорит, слушай, выключай начальника. Ну, да, да. И, соответственно, вот это вот как бы такое умение того, что... Да, совершенно верно, это психопрактика. Да, выключай начальника. Это то, что ты должен осознать, что ты играешь начальника в этот момент. И чтобы я в сознании, понимая, что как бы вот там вот это переключение, быстро как бы мог понимать, знать, как бы... Да, при этом замечу, что ты знаешь уже, что это роль какая-то, что с одной стороны, а с другой стороны надо уметь не только знать, но и что-то сделать, с собой справиться. То есть взять себя такого вот и знать, какими приемами это можно сделать. Эти приемы, это не приемы системного мышления, это приемы работы с собой. Ну, в общем, по-новому. То есть тебе никак не поможет знание то, что начальник это стейкхолдер, хотя это можно пообсуждать, да, стейкхолдер, или это там, роль ответственность, да. Тебе никак не поможет выключить этого начальника, потому что для этого надо справиться с собой. Вопрос, в какое состояние привести мазки, чтобы реально выключить? Это первый вопрос. Второй, а надо ли выключать? Потому что, может быть, это по делу, это ты делаешь намеренно. Третье, а у тебя таких ролей 20-30 штук их надо уметь переключать. Вот это вот, это надо с собой справляться. И вот, вот это вот практика. А то, что тебя научат мыслить про это, так это по системному мышлению. Это я поэтому все время хочу держать, чтобы разделять именно то, что системное мышление. Ну, конечно, дело в том, что если мы учим, что есть понятие стейкхолдера, то оно появляется и в практике проектного управления, программного управления, оно появляется в инженерном проекте, то есть во всех прикладных практиках. И тоже понятие стейкхолдера появляется в практике, конечно, стейкхолдерского мастерства. Почему нет? Скажи, пожалуйста, такой вопрос, если надо взять. Смотри, вот есть два человека, два менеджера. Они прошли курс системного мышления, знают практики менеджерские. Ну, все инаково, да, все хорошо представляют. Дальше. Один из них не прошел курс стейкхолдерского мастерства. Ну, он, там, не знаю, от природы, там, опытный менеджер, да, знает, там, как с людьми общаться, да, ну, и практику лидерства знает, они оба все, там, да. А другой прошел курс, да, ну, какой есть, какой будет, вот, здесь вот отличие, так вот, первое, второе, в чем они могут быть, вот, ну, второй, который прошел курс, да, ну, от природы не знаю, как вот. Ну, это очень хорошо, один от природы, очень хорошо играет свою роль менеджера, даже не осознает этого. Второй просто будет осознавать, что вот у него роль менеджера, а вот, например, он полез в инженерию, и поскольку он ни черта не соображает в инженерии, лучше ему помолчать. Вопрос, это он осознанно будет вот эти вот рассуждения проводить, или когда его, например, эмоционально понесет в этот момент, он не сможет остановиться, начнет командовать инженерами. Вот, что он будет делать? Чисто психопрактически такой вот вопрос, он будет отслеживать вот эти моменты, когда он лезет на свою действительность. Я к чему говорю, смотри, я вот, ты же говоришь по аналогии актерское мастерство, да, ну, вот, один там от природы, как бы, вот, такой актер, как бы, да, другую, вот, пошел бы, я не рассматриваю от природы, потому что всегда есть образование, всегда есть люди талантливые. Вот, я говорю, если талантливый человек получает образование и много работает, он добивается больших успехов. Если менее талантливый получает образование и много работает, меньше успехов, но все равно добивается. То есть, я вот про это. У меня вообще, вот, от природы, ну, как, это такие банальные рассуждения, которые для любых практик. Ладно, не придирайся. Люди, которые не системно мыслят, но они просто очень умные. Ну, да, есть гений. Словарным сообществом, хорошо, я на твоем языке разговариваю, талант, хорошо. А есть тот, кто учит, то есть мы можем научить человека? Можем научить, да. Мы же не графмейстеры, мы же не таланты, поэтому мы можем простого человека научить. Научить именно, вот, хорошо исполнять этот волгарскур. Да. Потому что, конечно, есть великие актеры. И они, актеры, просто вот с улицы набрали, они сыграли в одном фильме, во второй, стали велики актеры. Но почему-то многие великие актеры заканчивали какое-то театральное училище. И можно просто по статистике посмотреть, с улицы их набирали или нет. При этом в кино ты, конечно, можешь сделать 20 дублей, и кто-то с улицы может сыграть, да. А после театрального училища, там, где тебе полную постановку надо играть, и 20 дублей нет, то почему-то там больше все-таки выпускников разных театральных лутов. Потому что там у тебя меньше шанса на эту самую ошибку. Меня как учили, чем отличается профессиональный музыкант от дилетанта? Вопрос, может ли дилетант, ну вот талантливый очень, реально талантливый музыкант, который не учился специально, вот не профессионал, может ли выиграть конкурс? В ответ, запросто. Его накрыло, он как бы пришел на конкурс, удачно сыграл, критерии судейства абсолютно непонятны при этом. Всем понравилось, все разделили эмоцию. Удачная погода за окном, вот он выиграл конкурс. А профессиональный музыкант, ну он сыграет, ну как бы по сравнению с дилетантом, либо сыграет, не сыграет. А в какой момент разница нужна? А в такой момент, когда у музыканта ушла жена, одновременно болит голова, вот, и он чувствует температуру, растет, простудился точно. На рояле пара кнопок не работает, и на стуле заноза какая-нибудь, и вот ему надо играть. Работа такая. Так вот, дилетант в этих условиях не сыграет вообще ничего. Двух минут не свяжет. А профессионал, ну как-то так терпимо, не так, чтобы победить на конкурсе, но хоть как-то сыграет. Вот это вот и отличает профессионала от непрофессионала. Профессионал не делает типовых ошибок новичков, он играет в трудных условиях. Он играет, когда, ну, вообще на уровне автомата, когда, казалось бы, любитель, он просто останавливается. А профи, он плохо как-то на троечку, но все равно дело делает. Вот это вот оно и есть. Мы учим людей, которые плохо на троечку, но в самых неблагоприятных условиях, они своей стойколбасской роли сыграют. Все. То есть мы, к счастью, такое можем дать. Человек говорит, ну, вот я хочу стать менеджером, да, и, ну, я вообще отберу. Природа, я не менеджер, да, ну, очень хочу. Да, и он каким-то менеджером станет, при этом талант, он неожиданно сорвется в каких-то условиях, а этот, ну, плохо, но выполнит свою задачу. В дополнение к системному мышлению, курсу. Да, да, да. Вот еще как бы, и причем это у стейхолдерского мастерства, это базовая вещь. Базовая для всех нужна, да. Если он потом вдруг захочет, ну, все, не понравилось ним быть менеджером, хочу быть инженером. Ну, так как у него базовое стейхолдерское мастерство поставлено, он может там быстро переучиться или освоить там, да, роль инженера. Но это мы обсуждаем сейчас просто личное развитие. Я на пальце. Это мы не обсуждаем ход на культуру. То есть это как бы офф-топ для моего доклада. Это как бы вот, тогда мой доклад должен был бы называться, а что у нас вообще практика личного развития. Мы бы рассматривали стейхолдерское мастерство, психопрактика мы еще не начали рассматривать, то есть умение управлять вниманием. Антипрокрастинаторство разных типов по отношению ко времени, это вот Дорофеев. И антипрокрастинаторство, например, я знаю системное мышление, но не использую его. Но знаю, прошел курс, например, но не использую. А чем антипрокрастинаторство отличается от стейхолдерского мастерства? Дело в том, что антипрокрастинаторство, оно про то, что я знаю роль, но не буду играть по роли. То есть мы можем его, конечно, закладывать, что ты должен быть внутри стейхолдерского мастерства, что ты всегда определяешь какую-то там роль, если ты хотя бы чуть-чуть знаешь роль, то обязан сыграть по роли. И можно, конечно, рассматривать там отдельные моменты, где кончается импровизация, где начинается авторство, где ты должен говорить точно, как автопьеса написал по дисциплине, где ты можешь поэкспериментировать. А можем отдельно рассматривать этот вопрос. То есть мы можем тоже, там же как, стейхолдерское мастерство мы можем рассматривать чисто как работу с ролью, работу с ролями, а можем делить на более мелкие дисциплины. Например, входит ли в стейхолдерское мастерство презентационное искусство? Если у тебя есть реплика по роли, то ты ее должен подать так, чтобы другие услышали, в одних рядах, чтобы все услышали. Или все-таки это отдельная вещь от стейхолдерского мастерства, а именно презентационное мастерство. Это дальше игра словами, мы просто бьем на разные практики и смотрим, как нам бутерные это пакетировать. Но смотрите, на мой взгляд, мы полностью сейчас убили тему, наверное, она осталась недообсужденной. Мы полностью убили тему за пределами инженерии и менеджмента, потому что я хотел рассматривать практики прикладные на базе практик личного развития, которые... А все вопросы по практике личного развития конкретные. Ну, это мой интерес, наверное, просто... Ну, это всех интерес, просто цепляться-то можно за любую точку. Потому что точно так же мы берем вот курс психопрактик, и вот там Денис только очень рад будет. Эти вопросы его очень интересуют, насколько я знаю. И он говорит, да, действительно, вот смотри, у тебя психопрактики в roadmap указаны, да? А смотри, вот в той схеме, которую привел во вчерашнем посте, и вот в этой презентации, этих психопрактик-то нету. Вопрос, случайно нет или не случайно? Ответ, нету только потому, что их нет вот прямо вот сейчас я ими не собираюсь заниматься, но я понимаю, что в какой-то момент надо. В какой момент надо? Для двигательных практик это надо все равно в психопрактике. Для стейк-холдерского мастерства нужны все равно в психопрактике. Поэтому в какой-то момент это придется делать. Если выяснится, что не удерживается внимание в онтофитнесе, например, на длинном рассуждении, да, то есть дается понятие рассуждения, начинает выполнять упражнения, не в состоянии удержать внимания. Ну, тут придется там заниматься психопрактиками. Вот. А сегодня я хотел бы два последних слайда как-то прокомментировать. Значит, следующий у меня слайд. Это постановка практики, шаг развития. Вот на тут я рассматриваю шаг развития. А, нет, это не этот шаг. Следующий шаг, слайд, это культура. Вот. А я сейчас рассказал про необязательно культура, да, культуру можно сделать счастливым, хотя я ненадолго привел пример. И сказал, что мое предпочтение танцы. И у меня есть пара, тройка заходов на это, и можно сказать, что я по факту этим как-то занимаюсь. Но это исключительно потому, что я чуть-чуть разбираюсь, и мы можем идти как по профессиональной линии, например, готовить преподавателей танца или готовить профессиональных танцоров. Я обсуждал тему высшего образования, говорил гипотезу, мы обсуждали это с людьми, которые в реальном высшем образовании танцоров, которые реально в танцах. Тема очень интересная, можно это обсуждать, потому что действительно, что такое профессиональный танцор, да, чем он отличается от танцора, который имеет высшее образование, прикладное, от танцора, который, например, в профтехучилище. Гипотеза есть, что танцор реальный, танцует во многих стилях, а танцор после профтехучилища, например, только танго или только модерн. И это гипотеза, ее надо прорабатывать, и можно либо строить курсы прикладные, либо не строить таких курсов, просто думать надо дальше. Но, по крайней мере, можно в этом направлении думать. Но есть и другие направления, например, можно заниматься проблемами творчества. Собственно, проблемы творчества я набросал только несколько, это там первый самый уровень. Это все проблемы творчества, которые как-то связаны с культурой, которая по-другому еще можно ее называть искусством. Но надо понимать, а что там тогда со спортом, потому что спорт вроде бы входит в культуру. И даже компьютерные игры вроде входят в культуру, но там и не входят. Ну, то есть, как-то надо будет сконцентрироваться. Это проблемы, которые связаны с будущим. И понятно, что если у нас будут какие-то исследования, то мы потом можем чему-то учить. Вопрос, какие исследования, чему учите. Мне важно было отойти вот в этих вопросах от темы танцев. Во-первых, есть подозрение, что во всей этой культуре просто исчезла роль критика. Искусствоведы, как рекомендую, еще лучшее по факту, заменили рекомендательные сервисы, рейтинги, машины и предсказатели, хитов, оценщики стилей. А искусствоведы занялись историей. Посмотрите на Государственный институт искусствознания. Значит, ровно как философия у нас стала историей, никто не занимается философией, а те историей философии занимаются, так и искусствоведение. Они исключительно смотрят на искусство прошлого и рассказывают, что там было в прошлом. Оно безопасно, хорошо, очень нормально. Когда показывают на мужскую гениталь на разводном мосту Питера, помните, напротив ФСБ, то это, конечно, была акция искусствоведческая, но искусствоведы это премиум-то дали. Но я не думаю, что какое-то учреждение искусствоведения или какие-то нам доктора реально это обсуждали. Ничего этого нет. Потом через 20 лет напишут или не напишут, что это вошло в историю или нет. Но это не тот способ, которым развивается какая-то предметная область. Резко изменилась сама природа искусства, промышленности искусства с людьми. Мне, например, кажется, что Кесла со стороны нам в космосе, это очень крутая инсталляция, очень крутой перформанс. Запустить вот этого вот манекенов в скафандре под музыку присодите в космос реально на орбиту между Землей и Марсом. Это, ну, очень круто. И я думаю, там никаких искусствоведов вообще вблизи не стояло. Это все выполнили инженеры. И задумка была абсолютно инженерная. Вот, и пусть они, и все художники должны кусать локти. Так же, как с философией. Самые интересные идеи философов приходят не от философов. Это означает, что природа искусства, те, кто занимается искусством, они поменялись. Следующий вопрос, это может ли машина творить? Я, наверное, сегодня опубликую этот фрагмент текста. Посмотрите прямо на вот этих слайдах. Просто там, чтобы так и было. А если экскаватор позволяет землекопу копать, копает вместо него круче, то может ли компьютер позволить художнику творить круче? Это очень интересный момент. Не просто творить художнику, или там художник творить с компьютером. А можем ли мы вообще сказать, что художник с компьютером творит круче, чем художник без компьютера? Потому что сам заход является, вот на такое рассуждение является очень странным. Раньше, да, сама постановка вопроса была смешной. Может, два года назад ответ как-то поменялся, потому что мы уже имеем проявление искусства. Ситуация, как в мире ГО, появляется искусство, которое другого уровня, чем человечество. Человек его непонятно как способен оценить. Если в ГО просто нечеловеческая программа выигрывает у людей, то как в искусстве, нечеловеческое искусство, оно выигрывает у человеческого или нет? Там же нет выигрыша какого-то, да? Вот этот вопрос, мне кажется, очень интересный такой вопрос. Далее. Что можно сделать для художественного образования в плане личного развития? И для чего она? Для чего детей учат в школе музыки, хореографии, литературе? Почему литература меньше всего про художественность, а рзац-психология такая в школе еще? Не является ли все искусство такой рзац-психологией? Что там с другими жанрами в школе? Для чего это все? Вот Ленис отчасти про это писал. А лицедейство оказывается важнейшим умением. И нужно ли все-таки для работы со стейколдорскими ролями использовать наработки школы актерского мастерства? Или проще плюнуть и сделать что-то свое? Ну, если мы сообразили, что этому надо учить, то мы можем просто плюнуть на всю историю обучения актерству. И понимая, что речь идет не об актерах, а о жизни. Просто на базе системного мышления и здравого смысла сделать новую дисциплину. Взять и разработать ее. Далее. Неформальное чувство прекрасного. Как ее воспитать и использовать? Что там с красотой у математика? Что там с красотой у инженеров? Опять же, Денис Колесников, я несколько раз на него ссылался. Он вот эту тему регулярно пытается поднять. Это вот интересная тема. И давно стоит еще проблема отсутствия автора у произведения. Нет единого творца у кинофильма. Там сотни имен в титрах. И смотрите, не что происходит с разделением труда на съемочной площадке. А что происходит с разделением труда в творчестве. Как это работает? Какие тренды? Можно ли совместить разделение труда в промышленности и в искусстве? То есть, если мы мыслительный труд в инженерии можем поделить как-то, труд по моделированию, например, то можем ли творческий труд как-то поделить? То есть, вот проблема с тем, что всегда у нас есть какой-то художник-творец, может выясниться, что не всегда. Что там опять же говорит теория на этот счет? Что с организационной стороны полиавторства в искусстве? И мы тут опять выходим на искусственный интеллект, составит творческий групп. Опять же, выходим на то, что так же, как корпорация сегодня делает, какой-нибудь еще трекер, который сшивает многие отдельные дела в какой-то общий проект. Точно так же может быть искусственный интеллект объединяет в творческую деятельность многих людей какой-то там большой культурный проект. И мы начинаем говорить о школах в культуре, вынуждены разделять практики работы, менять способ разговора о художественной продукции. Мы должны использовать слово продукция как минимум, чтобы понять, что на выходе этого самого искусства, что много людей делают. И вот это вот темы, которые можно было бы пообсуждать, если бы там появились какие-то исследования, то мы бы, может быть, и курсы соответствующие бы делали на базе этих исследований. Если исследований нет, ну, можно делать какие-то абстрактные курсы. Например, там рассматривался вариант. А так же, как вот двигательный фитнес, нельзя ли сделать вокальный фитнес? Черт, вокальному фитнесу ясно, что нигде это не надо, вот массово. Ну, хорошо, но мы можем голос развивать, чтобы презентовать. Вопрос, а действительно нам вот так надо развивать голос и дыхание, чтобы прямо вот всех-всех учить, и без этого действительно никуда нельзя, примерно так же, как без системного мышления или стеклогерского мастерства. Не факт, не факт. Может быть, наших обычных голосовых умений не хватает. Они там занимают 0,2% в общем мастерстве работы с проектами. А может надо, актеров-то специально учат, актеров-то всех подряд учат. Вот ответы на эти вопросы, это надо, конечно, продумывать. Я рассматриваю свой доклад исключительно как постановку задачи. Вдруг у кого-нибудь будет еще какие-то мысли. Значит, постановка практики, последний слайд. Это постановка практики, шаг развития. Это вот тот самый розовый слайд из презентации. Я его взял один в один. Это первый пункт, это понять, что с практикой проблема. То есть школа системного менеджмента должна сделать что-то новое, освоить какую-то новую деятельность. И вот стратегирование. Вот этот доклад относится к стратегированию. Самый сложный шаг, это понять, что с практикой проблема. А сам доклад, это вот начало пропитки. То есть мы рассказываем, мы говорим, что вот смотрите, что происходит. Будем смотреть, что на это откликнется, что там будет происходить. В какой-то момент мы решимся, ну и там правильный момент, если определиться, то у нас появится какой-то курс из прикладных курсов. Будет ли он из культуры или будет ли он из правоохраны, я сейчас не понимаю. Но с большой вероятностью он будет из культуры, поскольку в эту сторону идет разговор. И тогда школа, она выйдет за границы инженерии и менеджмента. И школа сделает шаг развития. Ну, собственно, на этом у меня рассказ закончен. Спасибо за внимание. Я уложился в полтора часа, как и планировал. Да, Тольск. Спасибо большое. Считаем, что это наше такое первое рабочее обсуждение. Важное, интересное направление. Вот. Ну, старт этому направлению, считай, да. Дальше развиваем. Да, развиваем. Ну, как у нас, я говорю, что понять, что с практикой проблема. Что действительно, после того, как мы опубликовали схему, что практики личного развития у нас связаны и с практиками менеджмента, и с практиками инженерии, и у нас появились и инженерные, и менеджерские курсы, то тем самым у нас образовалось место для других прикладных курсов. Вот. И поэтому, почему бы, почему бы туда не пойти, и вот, будем считать, что начали пропитку. Хорошо. Ну что, спасибо большое. Да. Давайте, до встречи. До встречи, до свидания. До встречи, до встречи.